Война рано или поздно закончится, все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась. Война рано или поздно закончится и все вернется на круги своя, сказал Марк Денисов. С одной стороны, трудно не согласиться, но лично у меня, как у главного редактора, заблокированного за слово «война» сайта краснёс.ком, есть вопросы, почему омбудсмену Денисову можно говорить слово «война», почему депутатам, всевозможным политологам и орущим горлопанам в программах пропагандистов у Соловьёва можно говорить слово «война». Но если слово «война» находят на сайте независимого СМИ, сайт блокируют без разговоров. И в суде на голубом глазу представители Генеральной прокуратуры говорят, что мы заблокировали сайт, потому что этот нехороший человек спецоперацию назвал «войной». Заблокировали и этот сайт, и еще то ли 40 тысяч, то ли уже под 100 тысяч сайтов. А омбудсмену, оказывается, можно говорить, патриарху, оказывается, можно, президенту можно, депутатам можно. Наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. Официальным лицам можно СВО называть войной, а СМИ нельзя, журналистам нельзя, простолюдинам нельзя, простолюдинов вообще за это судят, штрафуют, ссадят. И это, ребята, норма, что в России одним можно, а другим нельзя. Кто-то скажет, то что ты ноешь? Что дальше ты предлагаешь? Что делать? А я скажу генеральному прокурору, хватит заниматься ерундой. Называйте вещи своими именами, разблокируйте сайты независимых СМИ по надуманным основаниям. Либо своих чиновников, омбудсменов и депутатов также блокируйте, привлекайте к ответственности. Но неотвратимость наказания должна быть у всех, а не только у простых людей и журналистов. Будьте последовательны в своих действиях. Но в целом я против военной цензуры, против того, чтобы генеральная прокуратура и Роскомнадзор кого-либо блокировала. Против наказания за мнение, за слово, за позицию. Против нарушения наших конституционных прав. Я Дмитрий Полушин, главный редактор заблокированного в России сайта краснюс.ком, заблокированного за слово война. А что вы думаете, друзья, об этих двойных стандартах? Напишите свой комментарий. В первом закрепленном комментарии также и ссылка на наш телеграм-канал. Я вас очень прошу кликнуть, подписаться и быть на связи. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова